Главным поставщиком новостей на минувшей неделе оказался КАМАЗ, который выдал подробности насчёт электрического стартапа «Атом», тем самым подтвердив, чем конкретно займётся создаваемый сейчас легковой дивизион автогиганта. Кроме того, постепенно проясняется судьба иномарочных автозаводов. Главная из этих тем, конечно, перспективы «Калужского» кластера, где вот-вот объявят покупателя на завод «Фольксвагена». В связи с этим мы не отказали себе в удовольствии погадать, не пора ли в компанию к москвичу возродить и ещё один советский бренд — «Волга». А в Тольятти официально запустили производство «Лады Весты». В базовой комплектации, как и обещано, есть две подушки — АБС и кондиционер. Но досконально объём антисанкционных упрощений неясен. Как неизвестны и цены, ведь продажи начнутся в мае. А, следовательно, подробный обзор этой темы мы отложим на следующую неделю. С прошлой весны, когда российский рынок остался без новых «Фольксвагенов», успела запуститься система параллельного импорта. Так, крупные дилерские сети начали сотнями завозить автомобили немецкой марки из Китая. Как известно, в Поднебесной силами нескольких заводов выпускается весьма широкая гамма моделей, включая бюджетники и электромобили. Если верить данным агентства «Автостад», в прошлом году по серым каналам россиянам было продано около 350 электрокаров ID.4 и ID.6, а также порядка 60 седанов «Бора». «Фольксваген» «Бора» — это модель 2018 года для внутреннего рынка Поднебесной. Машина гольф-класса построена на упрощённой платформе MQB, где вместо многорычажки сзади установлена упругая балка. Цена «Боры» — 2,5 млн. рублей. Кроме того, в России вместо Тигуана начали предлагать серый кроссовер «Тайрон». Он представляет собой копию Тигуана для китайского рынка. Стартовая цена — 3,3 млн. рублей. Продажи, как уверяют продавцы, набирают обороты, а количество доступных вариантов лишь растёт. Между тем, концерн «Фольксваген» сейчас предпринимает максимум усилий, чтобы прекратить поставки автомобилей по схеме параллельного импорта. Тем самым автопроизводитель, как пишет издание Handelsblatt, пытается избежать обвинений в обходе санкций. Ситуация осложняется тем, что китайское подразделение концерна пользуется большой автономией. Причём в Китае действуют сразу два независимых друг от друга совместных предприятия — «Фао Фольксваген» и «Саик Фольксваген». Оба партнёра — это государственные китайские компании. Немецкой штаб-квартиры на работу этих совместных предприятий крайне ограничено. Китайским представителям уже запретили продавать автомобили российским партнёрам. Но запретить делать то же самое независимым дилерам намного сложнее. В итоге вместо прямого запрета концерн планирует применять принцип чёрных списков. Дилеры, которых поймают на отгрузках «Фольксвагенов» для России, в дальнейшем просто перестанут получать автомобили немецкой марки. Также немцы составляют списки оптовиков, которые могут перепродавать технику. Их запросы дилерские сети отныне должны будут игнорировать. Впрочем, на место одних перекупщиков наверняка захотят прийти другие. Дилерский холдинг «Авилон» выкупит российский автозавод «Фольксваген». Об этом сообщает РБК со ссылкой на инсайдеров. По информации агентства, финальное согласование сделки запланировано на ближайшие дни. Но когда эта программа готовилась к эфиру, официального объявления ещё не произошло. В Калуге производились кроссоверы «Фольксваген Тигуан», а также родственные лифтбэки «Фольксваген Поло» и «Шкода Рапид». Их выпуск остановился прошлой весной. Однако руководство предприятия не стало сокращать персонал. Более того, как выяснил телеканал «Автоплюс», на прошлой неделе профсоюз даже умудрился подписать коллективный договор. Это документ, который регулирует социально-трудовые отношения между компанией и работниками. Подписание колл-договора на год прозрачно намекает на то, что будущий владелец актива заранее согласился сохранить существующие условия по отпускам, премиям и всей остальной социалке. Что касается «Авилона», то именно этот дилерский холдинг наладил поставки «Фольксвагена» в китайской сборке на российский рынок по схеме параллельного импорта. А кроме того, в России стартовали продажи суббренда «Джетта», под которым выпускаются бюджетные модели на фольксвагеновских платформах. И эти бюджетники выглядят самым вероятным претендентом на освоение калужского конвейера. Поясним. Сварочные кондукторы и другое производственное оборудование заточено под конкретные технологии производства, и без соответствующего программного обеспечения и регулярных поставок комплектующих работать не может. Однако источники, например, телеграм-канал «Русский автомобиль», уверяют, что после смены владельца мощности загрузят производством китайских автомобилей. Утверждается, что первым будет запущен некий вариант «Тигуана». Сам «Фольксваген», опасаясь вторичных санкций, вряд ли представит программное обеспечение, технологическую документацию и необходимые компоненты. А вот его поднебесные подразделения, что обладают достаточной автономностью, могут на такое пойти. Кстати, ходят упорные слухи, будто «Авилон» готовится подыскать индустриального партнёра, которым могут выступить «АвтоВАЗ», «КамАЗ» или «ГАЗ». Последний, напомним, имеет опыт выпуска «Фольксвагенов» и «Шкод» и сохранил свою часть коллектива остановленного конвейера в Нижнем Новгороде. И бренд «Волга» вполне можно возродить по примеру столичного москвича. И ещё о российских иномарочных заводах. Санкт-Петербург за последние годы стал одной из автомобилестроительных столиц России, где собрано несколько десятков автосборочных и компонентных предприятий. Но сейчас автозаводы остановились и производственным площадкам приходится переживать вынужденную трансформацию. Меньше всего повезло бывшему заводу «Форда», остановленному в 2019 году. Полтора года назад дочка южнокорейской «Сангву Хайтек» планировала реализовать проект по производству автокомпонентов. Но после остановки сестра резкого завода «Хёнде» планы изменились. Производство арендовала деревообрабатывающая компания, но её название не раскрывалось. Теперь же стало известно, что это компания, ранее выкупившая российские активы «Икеа». И во Всеволожске будут собирать мебельные комплектующие. Из бывшего завода «Дженерал Моторс» делают образовательный центр, который власти именуют «Супертехникумом». Нынешний владелец передал площадку властям Петербурга на пятилетний срок при условии оплаты коммунальных услуг. Это будет образовательный проект для подготовки гражданских специалистов из отраслей, которые сегодня показывают взрывной рост. Это лёгкая промышленность, производство пластиковых и тому подобных изделий. Напомним, простаивающий завод в 2020 году выкупила российская дочка компании «Хёнде». Для начала планировалось реконструировать существующие цеха, но работы, изначально запланированные на весну 2022-го, не начались. Неиспользуемые земли у завода «Тойоты» отдадут под индустриальный парк. Участок будет передан Санкт-Петербургу для последующего раздела на отдельные куски по 2 гектара. Судьба самого конвейера остаётся неизвестной. Во всяком случае, производство законсервировано, и ни один потенциальный покупатель не заинтересовался этим активом. А вот завод, принадлежавший Ниссану, сохранит свой профиль. Напомним, что сначала предприятие перешло институту НАМИ, но затем актив передали АвтоВАЗу, который хочет наладить сборку чужих автомобилей под маркой LADA. Более того, уже почти открыто говорится, что первой моделью, которая займёт простаивающий конвейер, станет компактный китайский кроссовер V-Bestion T77. По формату напоминающий Volkswagen Tiguan. В оригинальной ипостаси модель оснащается полуторалитровым турбомотором отдачей 160 сил и передним приводом. На выбор есть семиступенчатый преселектив и шестиступенчатая механика. Скорее всего, эти агрегаты сохранятся и когда V станет LADA. Сейчас базовый 77-й стоит около 2 миллионов рублей. И примерив новые шильдики, паркетник вряд ли станет дешевле. В 2020 году состоялась премьера трёхдверного электромобиля КАМА-1. Его разрабатывал питерский политех. Большую часть средств выделило Министерство образования, а индустриальным партнёром выступил КАМАЗ, также подкинувший деньжат. Городской хэтчбэк размером получился меньше Матиза. В салоне, устроенном по схеме 2 плюс 2, сзади могли поместиться только дети. В движение заднеприводного малыша приводил избыточно мощный электромотор отдачи 109 сил. Сразу после презентации новинки поползли слухи, будто КАМАЗ оказался не слишком доволен проделанной работой. Дескать, разработанный проект чрезвычайно далёк от возможности серийного воплощения. В итоге КАМА-1 навсегда осталась концептом. Тем удивительнее, что грузовой автогигант продолжил вести работы над легковым автомобилем. Точнее так, разработкой машины занимается акционерное общество КАМА, соинвесторами которого выступили глава КАМАЗа Сергей Кагогин и финансист Рубен Варданян. С КАМАЗом юрлицо напрямую не связано вообще. Однако господин Кагогин ещё на декабрьском форуме «российский промышленник» заявил, что производитель грузовиков создаёт отдельный «легковой дивизион». А сейчас глава КАМАЗа уточнил — к 2030 году компания должна получить 350 миллиардов рублей дополнительной выручки за счёт легкового транспорта. А первый прототип будущей легковушки будет готов через несколько месяцев — к маю. Что это будет? Саму машину назвали «Атом», а публике предъявили фирменный логотип и несколько рендеров. Но другие подробности пока охранят втайне. Как мы рассказывали ранее, предположительно, разработчики готовят переднеприводный, переднемоторный и пятидверный хэтчбэк длиной 3 метра 75 сантиметров. Кузов будет не каркасно-панельным, а металлическим, пригодным для конвейерной сборки. А шасси под двигатели мощностью от 95 до 130 сил проектируются своими силами. Недавно газете «Ведомости» Атом сообщил, что готовит электрички четырёх направлений — семейный — фэмили, двухместный — дуо, плюс версии для такси и сервисов доставки. Обещан запас хода в полтысячи километров и разгон до сотни за 7 секунд. Заодно названы несколько имён. Итак, за стиль отвечает Роберто Пиатти — основатель итальянского ателье Torino Design. За батарею и электропривод — Ларри Ванг, до того возглавлявший разработку в стартапе Байтон и китайском Форде. Вообще, Атом уверяет, что созданием электромобиля в четырёх R&D-центрах в России и Китае занимается аж 400 человек. К слову, исполнительным директором в прошлом году назначен Харальд Грюбель, во времена Бу Андерсона бывший директором по инжинирингу на Автовазе и прославившийся тем, что ещё в 2015 году призывал к созданию единой национальной платформы для всех российских автомобилей. Кто будет выпускать Атомы, совершенно неясно. Сам Камский автозавод не приспособлен для производства легковой техники. Впрочем, в России сейчас слишком много простаивающих конвейеров, чтобы печалиться по поводу отсутствия производственных мощностей. И ещё! Концерн «Алмаз Антей» тоже делает свой электрический и газовый кроссовер. Нет никаких сомнений, что свою субкомпактную электричку также доведёт до конвейера и калининградский автотор. Фанаты марки КамАЗ должны знать, что грузовой автогигант давным-давно приготовил рестайлинг классической кабины серии К3. Такие грузовики в нескольких вариациях мелькали на выставках последние два года. Но сейчас, когда отечественные модели по всем фронтам теснят китайцы, в набережных челнах спешно запустили выпуск таких машин. Более того, как выяснил телеканал «Автоплюс», модернизированные самосвалы модели 6520 успели добраться до дилерских центров. Снаружи новинка выделяется стальным бампером вместо пластикового, что состоит из нескольких частей, которые удобно менять при мелких авариях. Актуальных изображений интерьера пока нет, но поверьте, кабина обрела совершенно новый вид — с другой передней панелью, обшивками дверей и множеством других улучшений. Например, механические стеклоподъёмники наконец уступили место электрическим. Сам кабинный модель не дневного формата, а со спальным местом. Кроме того, камазовцы неожиданно щедро расширили перечень базового оборудования. В начальной версии есть и мультируль, и бортовой компьютер, и кондиционер, и автономный отопитель. В плане техники — свои нововведения. Отныне модель комплектуется передней девятитонной осью и шестнадцатитонными ведущими мостами, хотя прежде сзади стояли тринадцатитонные. В качестве полной массы заявлены прежние 35 тонн, но фактически машина может возить больше сорока. Двигатель — непривычная камазовская «восьмёрка», а четырёхсотсильная «шестёрка» объёмом 8,9 литра. С ней грузовик будет на 5% экономичнее предшественника. К слову, мотор — это агрегат марки Cummins, который Камазу пришлось, образно говоря, национализировать для продолжения выпуска. Как выяснил телеканал «Автоплюс», цена такого самосвала — 6 миллионов 590 тысяч рублей. Дореформенный вариант обойдётся на 440 тысяч дешевле. В 2021 году Камаз представил среднетоннажную модель «Компас», которая оказалась лицензионным клоном китайского бескапотника марки Jack. Сейчас завод делает варианты полной массы 9,5 и 12 тонн. Но скоро гамма будет расширена. По словам камазовского главы Сергея Кагогина, в ближайшее время завод выпустит 5-тонную модификацию. Она станет конкурентом тяжёлой версии «Газели». Та, напомним, имеет полную массу 4,6 тонны. Интересно, что марка «Соллерс» тоже обещает 5-тонное исполнение своего «Атланта». Не многовато ли игроков внутри одного, не самого просторного сегмента? Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова